итак друзья доброе утро очень много вопросов в комментариях очень мало ответов в общем один раз отвечаю я думаю этого будет достаточно пилот наш татфуни сглазить кабанчиком становится новенький это полторашка скорее всего рахитный какова его судьба непонятно но что-то мне подсказывает что что его выращивал человек меня он абсолютно не боится скорее всего судьба его было примерно как товарища кашкина но посмотрим сами видите у него клюв полтора раза меньше чем даже у пилота по поводу меченого меченый никуда не делся вот у него на спине еле заметное пятно почему так произошло но все очень просто потому что кстати этот карлсон на крышу приземлился все очень просто потому что я не художник и у меня нету масляной краски под рукой с кисточкой чтобы покрасить аисты и метки были сделаны второй кожей совместно с зеленью бриллиантовой она из серебрянка и зелени бриллианты и со временем она пропадает под воздействием ультрафиолета и всяких остальных атмосферных явлений поэтому он на месте он не летающего нужно либо куда-то пристраивать либо в общем либо по поводу протеза наши лапки здесь тоже все очень неоднозначно культя за неделю очень здорово изменилась и в процесс она просто не влезет нужно консультироваться с людьми кто действительно ставил такие протезы и довольно таки долгое время их эксплуатировал в интернете я не смог никакую информацию особо найти дофига информации есть вот сделали процесс этот протез все поставили все хорошо смотрите какие мы молодцы дальше аист благополучно куда-то пропадает то есть нет там через год показать этого аиста вот смотрите жив здоров и вот он с протезом ходит так что если вам в интернете такая информация попадется скиньте пожалуйста просто интересно сегодня она им позвоню в охрану природы где жанна и александр у них тоже есть аист с похожей проблемой и тот же мастера им делал протез узнаем их опыт эксплуатации и посмотрим что и как это у нас пилотик кабанчик весь был конечно хорошо но дергать его не хочется светлана нас оккупировала так что пока вся вот эта вот живность не наберет товарный вес ни о каком увеличение вольер как я хотел не получится потому что вот у нас рабица начала там идет она тут целиковая то есть за этим все снимается и выдвигается дальше на 5 метров так что к сожалению он с этим обходит аист вид сверху с моего отдельно покормим на крыше и к сожалению очень много спокойных комментариев и как здорово скотный двор но не скотный птичий двор это все прекрасно но никому в голову не приходит какое воздействие вот этих домашней живности произведет на наших аистов я боюсь то что весной даже летающие аисты у нас нихрена не улетят они ставят домашние также здесь у нас за парка и сделать уже ничего нельзя домашнюю живность я убрать не могу потому что территория не моя увеличить вольер я тоже не могу потому что территория не моя в общем везде жопа куда не глянь конца края я сожалению не вижу по поводу анализов еще недельку подождем ест он очень не очень хорошо кал по цвету тут вы не сглазить нормальный так что как то так лапка своем репертуаре который аист зашел вольер сам прилетел номер 022 по нему информации никакой нету кто это стоит сами помните в хаотичном порядке я кольцевал аистов кого схватил на завтраке того я кольцевал кого этом кольцева у нас там большая часть была без имен и к сожалению отследить его историю тоже практически невозможно так что на будущее если будет в дальнейшем там в какой-то год следующий сезон то все вот эти надо ошибки будет устранять и подготавливаться уже конечно же совершенно по-другому так что такие вот у нас дела и горе он абсолютно не боится человек вообще пофигу скорее всего он где-то в курятнике жил горе спасатели вы спасли и вот чему-то заканчивается то есть этого а из тоже невозвратный откормить ты моего откормим вид он будет иметь нормальный даже летать будет а толку то от этого все она погибнет так что так что вот